поехали померили брюки закололи мерили сзади до брюки закололи одну вторую штанину у тебя одна получилась одну штанину закололи две потому что могут быть разные ножки закололи сзади но перед этим мы если брюки совсем набьем их постирали даже если джинсы если у нас не голубые карманы лучше сначала стирать и только потом подшивать если они уже видно что подкладка или вот карман из голубинкой значит они уже стираны значит их уже можно не стирать если легкая такая голубинка там пошла вот тут вот нет они их это самое уже варили уже пошла то что я их не постирала не страшно не страшно все хорошо вот потом одели застегнули пуговицу молнию четко посадили можно там присесть встать если еще очень сильно облегающие брюки то обязательно нужно сесть на корточки встать чтобы в районе колена оно какими-то складками пошло потому что обычно дергивают а это дергивание потом подлетает длина надо вот села встала вот они пускай как легли складками так пускай а только после этого уже закалывать вот эту длину вот закололи да потом я взяла вот так вот поставила булавку я потом уже поставила вот так вот взяла зажала и вот так вот наметила мылом то мы это отколола и сюда эту иголку вколола да вот и вывернули и провели вот здесь именно вот так по булавке вот так молком все те же нужно убирать теперь нам надо брюки сложить штаминка к штаминке боковой боковой к боковому но ни в коем случае не шов ну смысле вот так вот так бы я делал вот так вот отрезает рынок это как я не правильно делать а правильно вот так складывать потому что вот это где отделочная строчка всегда будет подлетать больше поэтому надо уравнивать но бывает такие иногда модели что вот эти швы не совпадают вот эти вот не совпадают значит вот насколько не совпадает настолько вот так два сантиметра может быть там зависимости от модели там разными и у нас часть переда туда западает в основном мы можем даже бывает что и завтра так как раз так и происходит бывает вот так можно делать видишь но он тут вот такой складкой ложится мы туда им прячем даже тут нужно вот эти две шлевки сразу взять и сколоть вот уравнивая шлевки эти две шлевки уравняла по боковому а все остальное на саму ляжет так как ему надо лежать вот так тут скалываешь ну просто вверх пояса уравниваешь и все вот эту часть ну вот тут не надо накалывать здесь неудобно просто это будет делать для чего нам это надо сделать для того чтобы посмотреть уравнять во первых вот эти вот швы и посмотреть что сделал производитель он ровные одинаковые штанины сделали или не одинаковые бывает еще такой вне зависимости от фирмы независимости от цены там чего угодно можно вот они уравнялись обязательно на столе или на полу мы это делаем но ни в коем случае ни на чем-то мягком ни на ворсистом оно просто вот я так кладу вроде бы одинаковое но в случае вот так еще протягиваю да одинаковые штанины и закалываешь то есть можно как ты там вот так поскольку новые тут нет никаких там вы имеют ну смысле складок или растяжение растяжимости вот и коллега буквально может еще видишь вот такое движение сейчас легче было замечать вот эти мы сейчас делаем фирменный низ джинсовый брюк под подшить брюки а так сколько стоп а я знаю я сама подшиваю фирменный здесь не будет видно что мы вообще обрезали я разницы даже не знаю девочки почему нужно было еще закалывать им на две штанины там нужно было бы смотреть может выше ниже даже подростков бывают разные ноги потому что где-то там накачали мышцу одну больше ну смысле на попе где-то меньше где-то какая-то травма была или еще тем более растущий организм там стадии формирования там может быть еще что угодно любые разные моменты вот но опять же не проговариваем нашему клиенту что у него разные ноги чтобы он там с ума не сходил по этому поводу лично для себя там запомнили несколько раз там надел там все устал например еще раз закалываешь да еще раз себя перепроверяешь а бывает такое что я смотрю большая разница девочки точно правильно перепроверили мы там такую штуку делаем мы звоним у тебя же оставляется телефон клиента и придите пожалуйста мы вот подогнули но мы не уверены насчет длины мне кажется что будет ну коротковаты придите пожалуйста мы посмотрим ну нормальная длина мы не проговорим что разные ноги то есть как-то приглашаем его чтобы еще раз подошел померила только потом подшивать ну всегда все приходили к вам ну все классно все мы спокойны мы довольны там ну и заодно перепроверяешь так не так если не так все это четко сразу видно надел без обуви а потом отдел той обувь которые будут носить и смотри что происходит так и где наша метка вот эта метка еще раз прорисуем чтобы понять что у нас тут бывает часто выше перед делает производитель бывает на уровне чтобы узнать что тут конкретно нас ожидает ну вот так вот устанавливаем чтобы это вот шов боковой был под прямым уклон можно да легкое смещение видишь видно видно нам очень хорошо чтобы мы знали сколько тут и сколько сюда откладывать то есть вот таким образом можно восстановить эту ну какой-то крой картину значит что мы дальше делаем мы измеряем вот это расстояние от отделочной строчки потом возьмете видео чтобы было от отделочной строчки до незабрюченной до последнего миллиметра вот 1,3 даже 1,4 ну так в какой каких там местах перепроверяешь ну вот 1,4 теперь от вот этой линии мы сейчас ее промерим так вот тут у нас ровно пять с половиной ну вот здесь тоже нужно сделать ровно пять с половиной от края стола я же сначала выложила вот этот вот прямой угол под вот этот вот шов тут я миллион нюансов буду давать чтобы получить идеальную подшивку низа вот и теперь проводим вот эту вот ту самую линию просто вот линия вот подшива да что дальше надо делать ну как мы только что передадим 1,4 от отделочной строчки до края до незабрюченной 1,4 теперь от этой линии мы поднимаем вверх на 1,4 именно вверх на 2,4 вот так почему потому что вот этот же край у нас должен быть в этом месте правильно вот вот эту линию подгиба низа вот так наметим что это вот мы подгибали на клиенте вот по этой линии теперь вот мы отступили и я потом тебе дам распечатку у меня есть вот эта технология обработки вот этого всего значит рекомендую как делать вот как раз у нас тут 5 будет хорошо 2 отсюда и 3 от этой вот строчки вверх или 3-2 или 2-1 там должна быть разница от 0,5 до сантиметра между ними но не больше 3 и 2 там может 1-2 быть там в этой распечатке будет все прописано когда я это смотрю вот я сразу измерила от верха до вот этой 5 сантиметров смело вот тут можем на 2 а здесь на 3 делать то есть вот сейчас но тут еще такой момент есть заковыристый вот смотри что у нас вот это подлетело все видишь тут как затянуто ну я там кое-что тебе там потом покажу вот тут 2 да вот так и проводим линию и теперь по этой линии на 2 сантиметра вниз мы смело можем с тобой все обрезать вот так да а тут сейчас можем резать вот смотри вот тут мы режем а как это мы так отрежем это интересно просто берем и режем ножницами а если дальше сейчас буду показывать все будешь снимать да по нижней режем ножницы это припуск и мы потом вот эти припуски еще одну отрывать сейчас будем может ты все снимаешь мы сейчас все это я твоими ножницами так да 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 распределяешь вот эти вот ну бывает тут сложно резать это я же помню было просто по отдельности резать каждый шовчик для каждого тут всегда перепроверяю чтобы здесь была ровная линия все теперь следующее это ты раскалываешь а вот это берешь линеечку делаешь такую штуку чтобы два раза одно и то же не делать у нас вот тут должно было быть с тобой 3 но у нас тут меньше у нас тут даже 2 и 3 видишь какая разница тогда мы можем сейчас эту разницу уменьшить я просто думала что хотя бы будет 2,5 а здесь даже 2,3 вот эта нижняя разница вот тут 2,5 а здесь даже за верлок даже не за что взять так что в данном случае будем делать либо здесь можно было уменьшить там на 1,5 а здесь 2,5 вот так поступим вот так и сделаем чтобы не путаться потом вот этих моментах мы сейчас вот это вот срежем то есть у нас вот тут будет разница 1,5 сантиметра не 2,3 а 1,5 и 2,5 вот это мы сейчас срежем по нижней линии а вот эту ты сидишь вот так вот ну тут уже пускай тут будет и вот четко от вот этой строчки пускай какая бы она кривая бы не была ты от нее откладываешь ровно 2,5 таким вот пунктирчиком таким вот мылком там бочочком ну вот так вот ну нужно что ложить идет на руках так раз на 2,5 да и по кругу по кругу по кругу это все не отмечаешь только строго от вот этой строчки и срезаешь потом вот здесь меньше чем 2,5 ну просто тут сманипулируем оверлоком вот и все вот эта часть это должна быть больше на сантиметр чем вот эта или на 0,5 вот эта всегда больше чем основная брючина чтобы был плавный переход снизу все тут когда толстое такое берем за одну брючинку только вот тут обязательно пальчиками держим вот так вот вот так вот вот так вот врезаем а теперь вот эту брючину вот этой вот стороне берем и обрезаем тут даже вот эти миллиметры убираем а здесь вот так тебе надо будет потом срезать щетка вот так по линии на метке понятно по кругу чтобы тебе вот тут одинаковое расстояние по кривой если кривая строчка по кривой но ни в коем случае мы не можем вот так взять и положить чаще всего она кривая эта строчка значит берем вот так вот по два с половиной вот так вот откладываем вот так два с половиной и потом срезаем а потом идем на верлок покажу что там на верлоке вообще надо нитки цепь выбирать но уже как скажешь можно и черные ставим вот так обметываем мы всегда с лица никогда не обметывайте вот этих швов они очень толстые здесь чуть-чуть дальше ближе дальше начинаем но не с самого места подкладываем ткань псты к самому ножу это зеркально да это зеркально да я только не умею заканчивать заканчиваем вот так заканчиваем вот так поставила грубо говоря а потом вот так отводишь бок вот так заканчиваем ничего сложного и всегда оставляем кусок оверлока сантиметров 5-7 мы его потом тут заправим оказываем берем уголку с таким ушком и протягиваем какую удобнее сторону в ту или в ту очень мало места под ниточками не ткань а просто под ниточками ну где-то минимум два сантиметра потом одеваешь вот это большое ушко до конца не надо иначе она не протянется чуть-чуть и продели все на всю жизнь оставшуюся этих брюк этот обмёточный край защищен все он не вылезет ничего с ним не случится и будет всегда все красиво угу так 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 же самую вторую и так же самую эту обмётовую сейчас промеришь значит вот тут от верха ну короче вот давай если вдруг там что-то не то делать коррекцию вот тут ровно на полтора сантиметра сейчас отмечаем линию вот так только тонкой стороной ну вот так да вот так на полтора мы потом к этой линии сейчас будем подставлять я сейчас покажу что будет вот так на медь как раз вот и коррекция будет неровности при обмётовании при обрезке еще чем-нибудь вот эти два куска только здесь ищем какой кусок куда видишь не подходит здесь шов здесь а здесь шов здесь не подходит здесь подходит да вот и вот так вот мы накладываем оп и вот так да как одели в штанинку и теперь следующее ту разницу которую мы заложили вот мы как раз вот этот нижний край вот сюда вот до сюда не додвигаем как раз вот до вот этой вот на метке где мы эту разницу которую закладывали полтора сантиметра ну неважно там в расчетах еще раз будешь просматривать будет понятно здесь у нас было полтора а здесь у нас было два с половиной но в итоге вот эта линия она вот так и будет просто я показываю что саму брючину мы до вот этой метки сейчас кладем до полтора которую вот я сейчас и намечала да да и вот тут очень важно сделать такую штуку берем только булавками только берем вот так вот вкалываем в отделочную строчку на уровне полутора сантиметра вот так и вкалываем ее вот в эту отделочную строчку видишь вот так и только на булавках потом строчим вот так то есть мы должны еще накалывать чтобы у нас еще она и вот тут подошла сюда впритык еще и чтобы тут совпало еще и вот мало того что вот в эту отделочную еще вот в это пересечение вот так а еще есть такой момент вот я не могу там спокойно наколоть чтобы утонить вот это утолщение и чтобы даже женам взяла вот это потому что мы все равно с тобой на роддом пойдем строчить или на производственные машинки мы сейчас идем и делаем кое-чего пойдем покажу так как у тебя у тебя же малой спик тихо мочим наш пачек вот тут где-то где плотнее чтобы мы там не пробили ничего вот именно вот эти вот плотности бывают очень конкретные плотности очень толстым намочили то есть мы разогрели его сейчас его распарили ну давишь чуть-чуть зрительно два раза тоньше два раза тоньше то же самое делаем с 4 все отбили стало тоньше опять нашли опять подставили под вот эту нашу меточку если вы думаете наметывать высоте точки не совпадут только на булавках я вторую сторону так выворачиваем и вторую сторону то же самое здесь главное чтоб совпало вот это вот пересечение видишь вот эти вот могут не совпасть она надо чтоб совпало это линия с этой линии правда вот опять на булавочку и потом и так две вот эти боковых шва два боковых шва заколоты теперь распределяем так пальчиком там если что бывает еще клеша вот это будет гораздо больше чем вот это вот припасаживать тут и тут даже чувствуется что как будто больше так вот раз вот тут очень важно вот так накалывать чтобы она выходила вернее входила перед строчкой а выходила за строчку потому что строчить мы будем вот тут на один миллиметр тогда это будет полноценный фирменный джинсовый брюк и опять вот так положили подставили вот сюда вот так вот этой линии опять накололи просто чувствуем вот тут почти до конца вкалываем где вот вниз вот этой вот этого вот кусочка и потом между ними опять также чем чаще будет наколота тем легче мы потом стричь ну главное чтобы она была до строчки после строчки это съезжать не будет там дальше сама находишь распределишь я тебе основного как вы делали и вторую вот эти главные вот эти точки вот эту вот эту наколю ну тут я предпочитаю не вот эти стороны уравнивать а вот эту отделочную строчку с вот этой отделочной строчкой потому что она бывает вот эти концы как-то где-то съехала строчка будет же видно вот именно вот это должно совпасть вот эти две отделочные строчки должны совпасть там и там тут уже дальше не смотри главное ты попала главное ты взяла все пускай на тут живет пока ты полностью все не прострочишь даже не вздумаю сразу вытаскиваю наметывать бесполезно все съедет сразу здесь тоже до сюда до меточки вот это соединяем и опять же распределяем ниже выше между двумя делаем центр закалываем потом между этим и этим центром опять по серединке закалываем так начинаем строчить тоже опять же не отсюда строчим а либо до либо после сейчас я просто самый трудный момент пройду когда только начинаешь строчить ну вообще вот эти вот из джинсов лучше это делать чуть ли не вручную в плане катаешь сама колесо за ручку рукой не не на педали здесь чтобы она не намоталась наматываем сначала на пальчик и смотри мы ставим вот смотри внимательно вот на миллиметр два до строчки никак не по-другому вот так вот на миллиметр до строчки вот здесь можно чуть-чуть дальше на два-три миллиметра здесь утолщение чтобы оно все-таки то есть у нас оконечная цель чтобы было видно эту строчку потом в итоге мы когда правильно заутюжим я тебе покажу она будет видна и строчим вот так хотя бы первый стежок делаем и можно тогда уже убирать с пальчика вот это дело потом пойдем по кругу и сделаем закрепку на закрепку в конце мы переходим на сантиметр эти две строчки потом обратно на сантиметр и еще раз на сантиметр и все обрезаем под корень ниточки все закрепка готова то есть и идем вот так вот да для иголки ну что если ты их вытащишь все сместится ничего не будет один из ну я не знаю один процент из ста что у тебя сейчас она попадет на эту иголку чаще всего не попадает очень-очень редко крайне редко попадает вот и вот так вот видишь дальше там не сложнее я уже начинаю вот так вручную ее прокатывать сейчас покажу что с вот этим если мы вдруг не отбили а машинка такие взяла здесь могут быть какие-то пропуски я сейчас покажу как с ними бороться здесь очень медленно едем вот так видишь я сейчас буду каждый стежок проверять чтобы вот эта вот ниточка она опустилась вниз и она видишь туда как протягивается ну да чтоб она не выскочила да снимается чтобы сделалась обязательно петелька смотри внимание потому что бывает на таких уплотнениях машинка может просто сказать а я не буду это шить а ты говоришь нет дорогая давай пошьем давай я тебя вот так туды-сюды сделаю и ты пожалуйста прошей да вот так опять видишь туды-сюды если что обычно это такая штука происходит или на подъеме или на спуске или в середине ты в курсе да ну вот тут вот дальше мы идем то есть мы у нас все упущено да и тут дальше мы опять идем на миллиметр ну то есть мы там чуть-чуть могли сдвинуться на на 2-3 миллиметра максимум и опять идем опять же спуск не спешим опять же вот вручную тише едешь дальше будешь это только точно про вот это еще такой момент бывает что бывает очень толстый джинс очень толстый и тогда нужно будет не на 1 миллиметр строчить а на 2 миллиметра потому что ткань имеет при сгибе определенное толщение она может это спрятаться вся строчка чтобы она не спряталась вот этот нюанс я тебе говорю мы тут на миллиметр у нас такая относительно средней жесткости ткань да вот так чик все было тут натяжение проверить ну ладно сейчас проверим ну и вот так дальше строчишь по кругу мы всегда строчим на 2,5 миллиметра стачивающий стежок который внутри швов боковой там шов плечевой там бок штанины бок юбки неважно 2,5 миллиметра а отделочная строчка уже может 4-5 сколько хотите но никак не по-другому так вот мы прострочили убрали иголки да вот видишь вот эту строчку да вот теперь Яночка напиши нажми отменить не на моем отменить нажми да вот так да прострочили убрали булавки просмотрели все окей и теперь мы вот так выворачиваем ну тут просматриваем что у нас тут вот смотри видишь как идеально совпало да это сильно близко держишь вот так мне зато видно строчка ну смотри да и здесь потому что если не совпало то нужно будет делать коррекцию тут совпало ух ты это только благодаря булавкам здесь совпало ну в крайнем случае я сейчас покажу как коррекцию делать ну и здесь в принципе тоже совпало все отлично что мы дальше делаем вот выворачиваем чуть-чуть вот эту штанинку вот тут пальчиками вот сюда вниз да вот сюда вниз и просто этот шовчик вот сюда присоединяем и все и мы потом делаем утюжку наши брючки готовы присоединяем припуск к припуску да присоединяем припуск к припуску с ним все сразу не обрезаем нитку а вот так вот протаскиваем ее внутри внутри шва сложно это сделать но все равно протаскиваем чтобы она вот там внутри жила хотя бы там сантиметр два протащили и только потом обрезали чтобы она еще дольше будет жить еще дольше пожалуйста давай пока хорошо все и так все четыре не совпали припуски заутюжены в разные стороны но тем не менее здесь все совпало но бывает часто такое что производитель так заутюживает сгиб вернее не сгиб а припуск заутюживает где-то в одну сторону где-то в другую как-то оно там к низу пришло как-то там вот так вот должно быть да ну вот оно вот так вот даже видно что вот видно там белесость вот это вот такое часто к низу бывает ну и ладно и вот сюда вот тут присоединяешь вот так чик-чик-чик-чик-чик все все равно что оно чисто красиво так в данном случае нам лучше включаем парк на утюге ну на максимум там троечку ставим где-то два с половиной почти три вот у нас джинсовая ткань без ворса практически если будет вельвет мы обязаны будем ну через что-то например утюжить и так очень недолгое количество времени а если джинсовая ткань позволяет то я даже вот так вот утюжу так вставляю сюда лапоть и по лицу это единственное вид подшива не забрю где только по лицу утюжка идет тут фактически поскольку очень четкая строчка то оно уже смотри все само легло сейчас мы еще от утюжим оно четко легло мы берем про утюжинник и чтобы уже точно у нас не было никаких там моментов даже корректировать ничего не надо парком и чуть-чуть вот так сильно-сильно не давите вот так чуть-чуть вот так да сам утюг вот так ну чуть-чуть сфиксировали он зафиксировался видите легкие такие линии перепады но нет четкой такой вот если не делать переходы как я изначально говорила то тогда будет четкая одна полоса где будет видно что там есть припуск а здесь вот вот если убрать вообще ничего не видно да он еще не может потому что ну просто меньше можно было парить и далеко не заходить сейчас я покажу нет я не здесь получается вот тут с таким вот если мы выворачиваем у нас плавный переход нельзя делать в один слой иначе будет еще хуже и плотно получается тогда и плотность получается вот мы там подшили больше нам ничего делать не надо мы только утюжку делаем и все после каждой стирки брюк мы их просто одеваем и носим мы не делаем эту утюжку все мы про это забыли вот тут единственная коррекция вот такую делаем где-то тут чуть-чуть дальше если строчка немножко там могла как-то подгулять какую-то такую коррекцию делаем вообще я люблю делать вот так для виднее ну можно там далеко не заходить например поэтому я очень люблю когда два-три вот эти переходы здесь легче становиться вот так утюжку да легче корректировать вот можно вот так раз или вторым локтем да или вторым локтем вот так раз теперь подостыла теперь на шовчик да вот этот боковой опять подкладываем опять вот так подкладываем вот видишь он тут совпал но его бывает что ну как бы ты там не накалывала очень толстая ткань не совпадая берешь и вот так ее эту сюда а эту туда вот такое вот движение делаешь туда-сюда вот так да вдруг если что то есть утюжка великая вещь она может устранить чухош так это можно срезать да ну там дальше лучше может ну тогда давай оставим давай оставим давай оставим ей надо припадить не припадывать не надо мне сейчас туда я сейчас ее булочкой мы сейчас ее заутюжим она там она там и останется она там всю жизнь и останется это ж производитель в принципе ну ладно да аккуратненько вот так вот так вот так вот так вот так видишь там туда а это вот сюда уже кривая уже кривая была изначально строчка мы это видели в самом начале поэтому мы уже подстраиваемся под то что есть да ну и вот сейчас раз и тут же его там с той стороны фиксируем фиксируем все мне мерить? да давай да а здесь же мы тоже должны будем сделать кривочку сейчас и не это не слышно видишь почему я говорила что можно даже на 2 на 3 миллиметра чтобы вот эту часть раскрыть больше чтобы вот эта строчка чтобы она точно была видна вот я ее люблю вот тут с лица это делать эти ушки надо очень-очень аккуратно ее делать если вельвет или что-то такое бывает тоже джинс джинсовая ткань с таким ворсом надо очень аккуратно так уже не поделаешь что все отпечатается так вообще нельзя будет делать вообще вот так ну чуть-чуть и дальше то что я тебе обещала ну теперь делаем вот так обожжение ну вторую сейчас отутюжил да вот вот так вот видно что она подшивалась а вообще абсолютно вот интересно вот так смотришь вроде бы видно да а когда отутюжил вот так вот положил вообще не видно вот вообще не обрезали вообще не видно да если еще более идеально строчить эту строчку то вообще будет просто вообще никогда ничего не видно да прикольно вот тебе фирменный низ джинсовых брюк а потом еще можно прийти домой и сказать мужу так же само перед лицом он там ну кому там или к заказчику или еще что-то смотри что ты видишь я вижу брюки что я говорю посмотри как я подшила он скажет где это бюджет да ты не обрезала ничего смотри смотри а я обрезала оно не видно смотри какая красота смотри я сэкономила 500 рублей на семейный бюджет все